На кадрах с мобильного телефона видно, чтобы попасть на уроки вовремя, детям в деревне Грановщина нужно суметь сесть в автобус. Тем, кому места не досталось, придется ждать следующего рейса. В Грановщине более 500 детей, которые ездят на уроки в соседнее село Урик. По правилам перевозить в школьном автобусе можно только 21 ребенка. И только сидя. Из пяти школьных автобусов в Грановщину ходят два. Администрация учебного учреждения пытается искать выход из положения. Отвозим сначала начальную школу, потом начинаем подвозить старшую школу. По классам не везем, потому что они живут в разных территориях списочно, по возрасту регулируем. Да, неудобно. Но по такому количеству, которое у нас есть, пока идеальных условий создать невозможно. Стараемся, отрабатываем по каждому случаю. По словам руководителей школы, водители ездят в Грановщину 16 раз за день в дорогу. Автобусы выходят одновременно. Один идет по улице Загозкина, а второй идет по объездной. И когда подъезжаем к остановке бассейн или школьная, или вторая школьная, или кирпичная у нас она называется, то получается дети, которые стоят здесь на остановочном пункте, они остаются рейсом. Потому что на этих остановках мы уже собрали ребятишек. Поэтому им приходится ждать. Помимо Грановщины, школьников Бурик возят из Московщины, Столбова, Малой Топки. Это еще 300 человек. В сентябре Иркутская область получила по федеральной программе 7 новых школьных автобусов. Один из них будет направлен Бурик. Мы автобусы эти по программе получили. Сейчас оформляются документы. Там очень большой пакет документов, так как это безопасность детей. Поэтому, соответственно, процесс не слишком быстрый. Но, в принципе, контролируемый. Я думаю, что на начало следующей четверти должен уже подвижный состав пойти. По словам начальника департамента образования Иркутского района, один автобус проблему не решит. Нужно как минимум два. Решение о выделении еще одного автобуса будет принимать Министерство образования области. Татьяна Веретина, Александр Барановский. Новости сейчас.